здравствуйте друзья у нас я не то чтобы дежурю по америке ну так интересно просто складывается вот хотел поделиться давайте-ка я заторможу хотел поделиться я так посматриваю за официальными рейтингами как президента трампа так называемый опробовал рейтинг если вы погуглите там напишите там скажем трамп опробовал рейтинг да и сразу вот там посмотрите их много разных есть такие более левые есть более правые вот есть например такой rasmussen report они видимо в силу таскать той аудитории которую они значит включают в свои вот эти опросы там у них всегда больше вот в консервативную сторону а есть там все остальные а есть такие которые усредняют а то что делают другие и так картиночку такой делают красивую а есть такие которые усредняя дают коэффициенты правдоподобности как они дают каждому из тех кого усредняют как они дают коэффициенты правдоподобности они смотрят на предыдущие показатели вот этих репортов и говорят вот у них там те вещи которые они делали совпали там столько-то раз не столько-то раз соответственно вырабатывается коэффициент доверия результатом там целая наука на самом деле вот и что сказать так я посмотрю довольно конечно низкие все эти рейтинги там у нашего нынешнего президента и так далее исторически как бы так низкие но держалась все это так примерно там на 40 42 процента но вот такого плана то есть как бы есть люди которые но метр вот то есть они уже как уперлись так все и вот к такое ощущение со стороны что это такая стальная такая масса не сдвинуть ее хотя я вам говорил раньше что там есть другой показатель значит есть те кто поддерживает а те кто сильно поддерживают и вот процент сильно поддерживающих вот эта часть они где-то за месяц на треть сократились они на треть стало меньше меньше сильно поддерживающих они сместились просто поддерживать но вот держится и тут трамп вы там гулял в смысле гулял работал конечно ездил там по разным странам саудовская аравия израиль там вы помните с папой римским встречался значит союзников по нато облажал но в общем так вот он и пока его не было в отечестве искать то как-то у него даже эти самые результаты стали улучшаться немножко ну не 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 глобально чуть-чуть стало даже улучшаться но поскольку он перестал каждый раз о себе напоминать то как-то даже забывать стали знаете так люди в целом добрые если их не беспокоить так они и не вспомнят сами в общем стало как-то чуть-чуть чуть-чуть даже улучшаться тут уже вернулся ну и пошло-поехало значит вот из этого парижского значит контракта вышел по климатическим делам еще там что-то учинил так помню по мелочи в обычной такой манере свой и тут что-то совсем грохнулась то есть за выходные вот когда все это дело просчиталось за выходные что-то упало там до 37 процентов на галоп опросе и на этом же опросе было 42 там перед выходными ну то есть вот за за выходные буквально то есть грубо говоря на тех же людях опрошенных там по той же методике и так далее галоп делает ежедневные такие срезы ну со всеми допустимыми там естественно процентами ошибок там и так далее там по научному люди работают но почему я рассказываю что абсолютно все абсолютно все об опрашивающие левые правые центральные с высоким рейтингом там доверия или пониже они абсолютно все показали вот этот вот спад и да то есть практически чтобы быть популярным надо отсутствовать в стране такая вот интересная особенно еще одна фишка тут сейчас разгорается по поводу вот то что называлось там travel ban да там за запрет на въезд в страну из шести мусульманских стран то есть в первой версии этого бана который был опубликован там в течение буквально там первой недели президентства в первой версии там было 7 стран и там наделали шороху и там green card holder и пострадали чем кто только не пострадал и тут же это суд остановил и они даже не стали выходить с этим верховный суд пусть они в апелляционные подали но там им объяснили почему это плохо и они сделали новую версию как трамп это назвал water down то есть ну как такой отмытую убрали там острые углы там чего там чего им сказали что не конституционно они по убирали хотя сегодня он в твиттере такую смешную вещь сказал что вот это должно пойти в верховный суд и тот должен принять более сложную версию более строгую потому что вот сейчас в англии там еще чего-то нужно более строго при том что если ты хочешь более строгую напиши более строгую подай там пусть пусть они рассматривают то есть он может сделать очередной там указ президентский с более строгой версии но суд не может рассмотреть вызовы вызвавшие расхождение там указ и сделать его более строгим это в принципе невозможно я даже не знаю тоже чё ж теперь так странно то но неважно возвращаясь к сути вопроса значит суть вопроса была в том что примерно дней так но месяца четыре назад уже вместе четыре прошло значит месяца четыре назад ну грубо да это было по моему там 29 что ли января вот такой момент четыре месяца назад издается некий указ в этом указе написано ну смысл указа в том что мы прекращаем допуск в страну людей вот из там вот этих семи государства там еще много чего было но вот эти потому что там они глядишь там террористы оттуда по наедут ну те что едут из франции там германии саудовская равен египта там хрен с ним пусть уже едут а вот вот эти вот конкретно вот этим и к ним значит мы их не пускаем но почему мы их не пускаем и собственно и говорят для чего мы их не пускаем мы их не пускаем потому что нам нужно три месяца 90 дней буквально нам нужно 90 дней для того чтобы принять меры ну как бы сказать по отсея просеивание да вот этот вот по экстремальному такому просеиванию людей которых мы пускаем в страну из этих стран на предмет терроризма и сказать что допустим до трампа не было каких-то там серьезных мер это конечно как бы быть очень наивным то есть там и цру и фбр там они существуют довольно давно и всем этим серьезно занимается но ну допустим ты хочешь действительно пересмотреть как бы какую-то ревизию произвести своих там планов и тогда это неплохо это это я я только за но дальше что происходит уже прошли эти 90 дней понимаете да что произошло значит правительство ну ну президент говорит нам нужно 90 дней для того чтобы определиться с тем как мы принимаем решение о допуске или нет допуске людей вот в страну но 90 дней прошло уже 120 прошло там больше там уже что нас почти 140 прошло но все-таки а почему у тебя до сих пор нету то этого вот и вот это вообще обалдеть почему тебя до сих пор уже уже лишний месяц прошел а у тебя нету до сих пор этих мер которые ты хотел в конце января еще запустить чтобы определились значит вместо того чтобы сказать у нас наконец-то есть меры хоть бы нашим допустим можно было сказать вы вы этим вашим действием по поводу блокировки нашего запрета перевели к тому что в страну помимо тех что из саудовской аравии германии англии франции голландии бельгии там саудовск ну да вот этих всех египта ливана по наехали террористы так они еще по наехали вот из тех там шести семи стран которые мы заблоки хотели заблокировать вот как вот 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 вы теперь вот как бы за это вот может сказать виноваты но мы слава богу справились значит вместо этого говорят мы хотим вот теперь в верховный суд принести этот самый ну перенести рассмотрение причем там получается так что обратились в верховный суд генеральный прокурор то есть обратился в верховный суд с просьбой по-быстрому это дело рассмотреть и вот где-нибудь там до конца июня определиться там я точно не помню там берут они рассматривать не берут там в какое-то расписание поставить и так далее то есть верховный верховный суд он там тоже по своим графиком движется вот трамп требует чтобы они немедленно рассмотрели потому что это не требует отлагательств потому что вопросы безопасности и так далее я тут чувак если у тебя вот вопросы безопасности так тебя сильно волнует чё ж ты не сделал то уже больше уже 120 дней прошло ты же хотел только 90 уже 120 дней прошло и ты так ни хрена не сделал и и хочешь теперь чего ты хочешь чтобы тебе дали еще 90 дней и это сильно ну в общем вот этот абсурд цирк вот этот вот ну то есть мы знаем для кого этот цирк то есть понятно что цирка там постоянная аудитория в этого цирка они так вот ходят их твиттером собирают так вот в твиттере разгляд и весь весь цирк туда в общем такая вот фигня я вчера с одним дяденькой разговаривал ему правда лет семьдесят но он активный такой живой американский дяденька и такой консервативный и он говорит и он говорит он защищает вот это все виду идею он говорит что значит обязанность президента защищать страну от терроризма я говорю от террористов которые вот из саудовской арабе он не должен защищать у него только вот эти шесть стран но он как ну понятно да у него нет нечего сказать он как президент он должен я говорю а чего же он за 90 дней которые он просил чужим за 120 дней это не сделал то на что просил 90 опять это обычно и такая знаете вот эти вот которые в цирк ходят по твиттеру у них такая определенная логика что ли ну их собственно то есть она она перестает выходить за рамки цирка то есть за пределами цирка как-то все это теряет смысл но внутри цирка имеет такое это как как секта что ли даже не знаю такой сектор секторство такой отрыв от остальных людей которые вокруг и не в секте как бы они уже и не нужны особо ну не суть такая вот интересная хохмачка я как бы не то что начитался чего-то но то есть я смотрю это консервативные либеральные разные смотрю на просто я так я смотри чего ты чего же это вот время же прошло уже же ну если правда безопасность я вот переживаю за безопасность если есть какие-то данные там или чего-то чего же вы я даже не знаю что же вы не заботитесь о безопасности в общем такая вот интересная у нас складывается ситуация она цирк никуда не уезжает twitter в общем-то не банкротится пока все нормально там аудитория будет ходить на представление вот но в общем то мы видим что какая-то усталость накапливается в аудитории то есть действительно действительно что-то происходит было время когда многие люди говорили но послушайте говорили они вот он еще на там не заступил на должность а вы уже там его критикуют потом эти люди говорили но послушайте он всего месяц на должности а вы его критикуете потом люди говорили он еще 90 дней всего а вы его уже критикуете но знаете как вот этот мужичок то что на ветке сидел и пилил нее давайте одни увидят что он упадет только тогда когда он реально уже упадет а да это он они могут сказать что это не настоящая не такая не настоящий факт а такой как бы альтернативный то есть может быть он духом в это время воспарил там или еще что-то я не знаю вот а так то это вопрос того сколько времени кому надо вот некоторые люди они в вечность уходят а некоторые видели как бы к чему это ведет и до того как бы ты достаточно понятно все было да такая вот штучка надо сказать что любопытные факты от этого дедушки значит ухватил вчера американского но он как бы он он участник вьетнамской войны и он такой ветеран и он говорит ты знаешь как он да я тоже ему гадаю расскажи-ка почему налоги то не публиковались и он говорит ты знаешь это не первый кто не публиковал я буду вот начиная там с рузвельта могу да говорит он вот начиная с рузвельта было два человека которые не опубликовали я бы кто могут кеннеди и линдон джонсон я пошел порылся действительно то есть есть такое место где пока где собраны все налоговые декларации президентов сша и вот этих двух там нет не не кеннеди нет ни линдона джонсона нет такая вот интересно хохмачка вот ведь как полезно разговаривать с людьми там что-нибудь такое узнаешь то есть начиная с этом шестьдесят четвертого года когда линдон джонс нет шестьдесят восьмого дана шестьдесят восьмого когда уже там никсон баллотировался значит уже все показывали то тоже приличный срок там все-таки 50 лет на и в последние 50 лет все публиковали да такая вот интересная жизнь а у нас солнышко у нас солнышко а я дедушку кстати спросил я говорю вот как быть когда шумят да вот чтобы ты сделал он говорит ты знаешь год я раньше норовил пойти там к соседям и с ними поговорить но когда я однажды пришел потом хозяева уехала их дети собрали там толпу отморозков и они там гремели они меня чуть не принесли я с тех пор где только полицию вызывают сказал он ведь как бывает а то пытался 5 пытался поговорить наверное на это самое наверное в нем какие-то русские корни взыграли тут у многих есть корни вот могут быть русские мог быть украинские могут быть польские так или такие из восточной европы но вот в нем заграла но жизнь его научила американская что есть полиция хорошо друзья вы видите зеленую вывеску он там немножко вдалеке видите слева там написано лос-алто с офис плаза а внизу беленьким беленьким написано портнов компьютер school это то самое здание в которой мы едем так что друзья я отправляюсь в портнов компьютер school а вы по своим делам счастлива а у у